приветствую вас дорогие друзья и сегодня мы рассмотрим прогноз джиотиш на ноябрь и декабрь 2020 года это самый опасный период 2020 года время когда нужно платить по счетам всем кто идет против дхармы против своего предназначения ближайшие три месяца определят следующие три года развития всего человечества мы уже рассказывали в наших роликах о цели кризиса и о прогнозе на 21 год что происходит сейчас с точки зрения астрологии когда соединяются две планеты сатурн и юпитер в знаке козерога наступает общее умопомрачение или ослабление разума фактически люди становятся очень доверчивы они попадают под влияние каких-то негативных идей в результате возникают преграды в общении целых народов и в передаче и организации отношений между народами и вот на этом фоне в ноябре декабре произойдут следующие события ну во первых 21 ноября юпитер войдет в знак своего ослабления козерога а уже в 20 числах декабря они пойдут в плотное взаимоотношение естественно это время когда с каждым днем будут накапливаться негативные влияния перед этим 16 ноября солнце входит в крайне непредсказуемый знак скорпиона где соединяется с кету что является также крайне негативным показателем для материальной жизни 28 ноября и меркурий присоединится к ним где также ослабнет и соответственно даст повод для каких-то конфликтов в отношениях ну и наконец главное 30 ноября состоится лунное затмение а уже 14 декабря солнечное затмение это также добавит огня в отношениях между людьми этот негативный коридор затмений распространить свое влияние на время между 16 ноября и 29 декабря этот коридор смело можно назвать смертельным фактически весь 2021 год который начнется астрономически 22 декабря будет находиться под влиянием этого затмения и наконец сатурн юпитер сближаются между собой на расстояние менее 1 градуса с и 11 декабря по 30 декабря это самое взрывоопасное время что же нас ждет в ноябре и декабре ну поскольку это время особо сильного влияния на сознание людей люди доверяют тому что им говорят это время когда пройдет второй пик кризиса сознания людей опять начинаются карантины во всем мире опять начинается напряжение противостояния бунты и может быть даже революции во многих странах мира в европе белоруссии россии украине на кавказе в пакистане и афганистане везде можно ожидать взрыва даже в соединенных штатах америки независимо от того какой из кандидатов выиграет эту гонку после этого произойдут столкновения между приверженцами кандидатов нас ждет передел финансовых рынков подготовка к новым или к появлению новых финансовых инструментов это время когда многие инфраструктурные проекты будут закрыты опять появятся ограничения в перемещении людей и грузов по миру это время когда сильно вырастает риск землетрясений и других серьезных катастроф интересно что 13 14 декабря в одиннадцатом доме от соединения юпитера и сатурна соберется большое скопление планет это говорит о том что в это время появится какая-то новая идея которая на следующие десятилетия станет маяком для всего человечества так или иначе эти два месяца определят события ближайших трех лет что же нам делать как вы уже поняли это соединение юпитера и сатурна крайне негативно отражается прежде всего на разуме человека соответственно именно с этим мы должны бороться в своей жизни но во первых это получение знаний прежде всего необходимо в время изучать святые писания такие как бхагавад гита шримад бхагават там новый завет может быть коран но ни в коем случае не старый завет и не майн кампф гитлера второе это прощение прощайте всех ваших близких врагов прощайте всех что это значит это означает избавляетесь от эмоционального состояния принимайте решение только в полностью спокойном состоянии сознания чтобы вы не делали хорошее или не очень делайте это спокойно исходя из чувства долга но не из эмоционального состояния еще очень важная деталь любая беда потеря недостаток средств которые пришли в ваш дом в этот кризисный период просто показывает вам что пора просыпаться что вы заняты не тем ради чего пришли в этот мир думайте и находите себя займитесь наконец тем что вас радует независимо от того платит вам за это деньги или нет именно это время самое благословленное именно это время позволяет вам найти себя что же касается людей которые уже нашли свой путь уже осознали свою дхарму это самое лучшее время потому что сатурн в козероге даст вам максимальную концентрацию на своей реализации я желаю вам успеха на своем пути хочется еще сказать пару слов о политике с велической точки зрения о том что сейчас происходит в мире вы конечно обратили внимание что начинается очень серьезное противостояние между псевдо демократами и псевдо республиканцами они входят в серьезное сопротивление но на самом деле в течение ближайших двух-трех лет мы будем свидетелями как обе эти силы ослабеют их заменит фактически новая элита технократов в конечном же итоге и технократы осознав ограниченность ума и посвятив свою жизнь изучению сознания придут к высоким истинным духовным идеям именно так и именно это ждет все человечество и так подведем итог ноябрь и декабрь 2020 года крайне напряженное время возобновление кризисных явлений риск инфраструктурных и социальных взрывов время когда каждый из нас должен изучать высокое знание прощать себя и других посвящать себя изучению своего предназначения и найти свой личный путь и материальный и духовный если же вы не можете по каким-то причинам осознать свою природу осознать как действует на основании каких законов работает это мироздание добро пожаловать в нашу ведическую академию шри наджи маленькое дополнение в ноябре и декабре не стоит начинать важные дела отложите это на более поздний период а я желаю вам всем счастья и добро пожаловать к нам в академию